Друзья, всем привет! Меня зовут Иванка, я очень рада видеть вас на канале Польский онлайн. И сегодня мы с вами будем учиться не попадать в неловкие ситуации. Мы разберем те фразы, которые можно неправильно понять, неправильно перевести. Ну и, конечно же, выучим много новых слов. Поэтому, если тема вам интересна, тогда обязательно оставайтесь. Ну а мы начинаем. Итак, первое выражение, точнее предложение, попробуйте его перевести, посмотрим, попадетесь ли вы на эту ошибку. Сильный ветер порвал моя женщина. Если вы перевели это предложение, как сильный ветер порвал мои вещи, то неправильно, потому что порвать – это похитить, либо украсть что-то. А вот если мы хотим сказать именно, что ветер порвал мои вещи, то тогда поверьте, что ветер подарил мои вещи. Подречь – это порвать. То есть она порвала все его письма. Следующее предложение. Здесь можно ошибиться и перевести «одебрать» как «отобрать телефон» у кого-то. Но немножко не так, потому что как раз «поднять трубку» на польском языке отобенджи «одебрать телефон» – это словосочетание. Мы просто запоминаем уже «одебрать телефон» – это «поднять трубку». Также данный глагол может означать, что «забрать» что-то откуда. Например, То есть я надеюсь, что я успею забрать посылку с почты. И при этом «одебрать» может означать действительно «отобрать» что-то. Здесь очень важно смотреть по контексту. Давайте посмотрим на примеры. То есть «мам» – этот парень, этот мальчик забрал у меня игрушку. Або «бардо цикавый przykład» – «моя добра коллежанка одебрала ми хлопака». То есть, грубо говоря, моя хорошая подруга, но вряд ли она хорошая, увела, да, отобрала у меня парня. И если срезюмировать вот этот пример, нам стоит запомнить два правила. Во-первых, всегда смотрим на контекст предложения. А во-вторых, запоминаем выражение «одебрадж» – «телефон», которое означает «поднять трубку». А сейчас, друзья, небольшая рекламная пауза. Если вы хотите за короткое время начать разговаривать на польском языке, тогда я приглашаю вас на наш курс польского языка. Вы сможете обучаться онлайн, это значит, что в любом месте и в любое удобное для вас время достаточно вашего телефона или компьютера. Обучение проходит на платформе, там вас ждут 30 видеоуроков со мной, к каждому видеоуроку конспект и множество интерактивных заданий. Задания все максимально разные, есть устные, письменные, которые проверяет преподаватель, поэтому он сразу сможет скорректировать ваше произношение и исправить все ошибки. День добрый! Вы очень хорошо справились с этим заданием. Обучение длится от двух с половиной месяцев, но доступ к платформе со всеми заданиями у вас будет в течение года. Для всех новичков, либо тех, кто уже понимает, но все равно заговорить на польском не может, это просто замечательный курс. Вы сможете подтянуть свою грамматику, выучить множество новых слов. Поэтому, если хотите уже через два с половиной месяца говорить на польском, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и увидимся с вами в курсе. Иджа медали! Представьте себе, что вы услышали от поляка вот такие вот предложения. Грубо говоря, вам только что пожелали сломанных ног. Такое себе пожелание, конечно, перед экзаменом, но не переживайте. На самом деле, эта фраза означает «удача». Также используется выражение «пово маня пюр». Или можем просто сказать «пово дзэня», то есть «удача». Следующее предложение. Здесь нужно представить ситуацию, что ваша подружка рассказывает вам о свидании, о своей ранце и муви. Живешь, что оно есть споко, на ранце оповядоми о своих интересах в бранже будовленной. И здесь мы можем уцепиться за слово «интересы» и перевести их как какой-то интерес в бранже будовленной, что у него есть какие-то хобби в бранже будовленной. Но это слово на самом деле очень долго сбивало даже меня с толку, когда я изучала польский, поневаш. Интерес – это когда мы говорим о бизнесе, о делах, о чем-то, где мы зарабатываем деньги. Мы также можем слово «интерес» перевести как «дело какое-то». Например, можем и поведеть, что не есть твой интерес, то есть «это не твое дело». Здесь имеется в виду, что Марик имеет больше опыта в бизнесе, чем я. А вот если мы хотим сказать действительно о нашем хобби, о том, чем мы интересуемся, то в теде уже имеем слово «заинтересование». «Заинтересование» – это как раз будет какой-то наш интерес. «Приклад. Тенис» – это одно из моих заинтересований. То есть «тенис» – это одно из моих хобби. Идем мы дальше. Мамы тут два задания. «Купиłem новый нашеник для Тоси. Она увелбит бижутерия». Если вы услышали первое предложение и вас сразу ассоциация, что «Тоса» – это пес, то не. Почему? Потому что нашеник – это колье. Здесь не идет речь о ошейнике, а «Тоса» – это женское имя. Также стоит помнить, что сережки, которых-то разнимаем по-польску, то сон колчаки, чтобы не путать с кольцами. Венц «ношейник» – это ожерелье какое-то колье, а «колчаки» – это сережки. А как тогда говорить все-таки об ошейнике для собак? Втеде уже имеем слово «оброжа». «Пшиклад мой песмо червоном об роже», то есть у моей собаки красный ошейник. Следующее наше выражение, которое можно неправильно понять. «Отдых» – это, конечно же, прекрасная жизнь, но здесь имеется в виду другое, потому что «отдых» – это дыхание, а «отдыхать» – это дышать. А вот если мы хотим сказать «отдых», то бенже по-польску «отпочынек», «отдыхать», «отпочывать». В przykład «хчаłbym выехать на отпочынок с родином», я хотела бы уехать, выехать на отдых с семьей. Следующее наше предложение, «Марик często подрывает девчины в этой кавиарне». Здесь, конечно, много вопросов к слову «подрывать», но это не «подрывать», не в этом значении. Оно имеется, что он флиртует, он пытается как-то заговорить, он пытается познакомиться. Лучший перевод для меня здесь будет «флиртовать» либо же «подкатывать кому». Также мы можем перевести данный глагол как «подрывать веру», «подрывать авторитет во что-то». Мамый przykład «длячего подрываешь мой авторитет при студентах?» «Почему ты подрываешь мой авторитет при студентах?» И остатне здание, «Огнешка зарекламовала буты, которые по двух днях еще расклеивали». Вопрос, зачем рекламировать обувь, которая расклеилась после двух дней? Все потому, что помимо основного значения рекламировать, «рекламовать» также означает «подавать жалобу» либо же «возвращать товар». Поэтому будьте внимательны. Здесь имеется в виду, что она вернула эту обувь, которая разорвалась после двух дней. И на «Джичай то в шестко». А вы, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас слова вводили в ступор, с какими словами либо же фразами получались неловкие ситуации. Будет очень интересно почитать. И, возможно, снимем даже второе видео. Также не забывайте поставить лайк, подписаться, чтобы не пропустить следующих видеороликов. А если хотите каждый день изучать польский онлайн, польский язык, тогда обязательно подписывайтесь на нашу инстаграм-страничку. Также напоминаю, что у нас есть конспект к этому видеоролику. Его вы найдете в описании. И «Джичай то в шестко». Ждите вам милого дня. Видим еще в следующем фильме. Честь!